Максим в Киеве родился. Семья Рудына, такая национально-патриотичная школа, всегда у них дедушка даже был, по-моему, не репрессирован. В общем-то, отсидел срок, взял свои убеждения еще. Ему очень нравилась гидробиология, он этим занимался, увлекался, то есть это не рыбки, там разведения и растения, которые водяные, ну, даже не водоросли, а растения. Делал очень много себе аквариумов, то, что я пробовала. С ним было очень интересно говорить, то есть уже было часами там о чем-то, я тома, я сёма, то есть он очень много читал. Детям объяснял, что происходит, почему, то есть, ну, даже новости мы вместе смотрим, да, вот Марика старшая там спрашивала, там, что происходит, почему, как, то есть он, в принципе, всё абсолютно адекватно и правильно объяснял. Потом, когда вот произошла аннексия Крыма, я же говорю, мы вместе смотрели, в шоке были вот это всё от того, что происходит, то есть, как бы, в общем-то, он собрал документы необходимые, в итоге выбрал именно батальон МВД. И потом, почему, как случилось, что их направили вот в Иловайск, я не знаю. И там, когда они были в окружении шесть дней, и выходили из окружения, из-под Иловайска, в общем-то, попали в засаду, там вот Максима ранило. И мне была вовремя оказана медицинская помощь, то есть, я не обвиняю там кого-то, что они мне оказали, там, я так понимаю, что была такая ситуация, что, ну, тяжело было, наверное, это сделать. В общем-то, и ранение было серьёзно, и Максим истёк кровью. Тут, знаете, вот вдовам, жёнам, матерям, наверное, даже ничего не надо говорить. Потому что они прекрасно понимают, что я чувствую, и я прекрасно понимаю, что чувствуют они. Субтитры создавал DimaTorzok